МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Круганру в студии Елена Волкова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопрос развития малых городов РФ обсудили в Шадринске 22 октября на совете при полномочном представителе президента РФ в УФО по вопросам развития местного самоуправления. Участие в обсуждении вместе с Игорем Халманских и губернатором Круганской области Алексеем Кокориным приняли члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ мэры городов Уральского федерального округа. Города, не являющиеся административными центрами, имеют схожие проблемы. Отток населения, дефицит кадров, недостаточное развитие социальной сферы. Меж тем только в Заурале в малых городах проживают более 20% населения и сосредоточен 21% промышленного производства региона. В большинстве российских регионов имеет место централизация финансовых, бюджетных, инвестиционных ресурсов в административных центрах территории. Эта тенденция связана во многом с историческими особенностями развития нашей страны и отчасти обусловлена объективно. По словам Полпреда, очень часто централизация принимает чрезмерный гипертрофированный характер. В этих случаях развитие административного центра субъекта начинает тормозить динамику других крупных городов, концентрируя не только финансовые, но и человеческие ресурсы. В результате даже при наличии адекватного финансирования ощущается дефицит квалифицированных кадров в образовании, здравоохранении, культуре, то есть в тех сферах, от которых непосредственно зависит воспроизводство человеческих ресурсов. Все эти факторы ведут к тому, что во вторых и третьих городах отмечается стагнация или даже снижение численности населения. Это еще больше ограничивает потенциал развития таких городов. Шадринск как место для проведения совещания был выбран не случайно. Полпредпрезидента отметил, что именно этот город имеет положительный опыт работы с инвесторами, в том числе благодаря ежегодному проведению Шадринского инвестиционного форума, а также успешному продвижению территориальных брендов. Объективно у Шадринска были трудные стартовые условия, но и здесь при поддержке региональных органов власти удалось сделать немало. Халманских выразил мнение, что этот опыт будет интересен для других малых городов Уральского федерального округа, а также, что развитие таких городов невозможно без объединения усилий муниципальных и региональных властей. Оно должно осуществляться по нескольким ключевым направлениям. Каждый город должен иметь программу и стратегию развития, причем необходима интеграция в общую стратегию развития субъекта. Требуется оптимизация межбюджетных отношений, распределение финансовых ресурсов. А также необходимы анализ, инвентаризация и разумное использование собственных источников и ресурсов для развития. Губернатор области Алексей Кокорин подчеркнул, что позиция правительства за Уралье – сильное муниципальное образование, сильный субъект федерации. Большое внимание уделяется сегодня малым городам, и работа в этом направлении будет продолжена. Они должны служить примером динамичного социально-экономического развития для сельских территорий. Так, по решению главы за Уралье с 2015 года, в пользу муниципалитетов перераспределены частично регулируемые доходы. Кроме того, реализуется проект по агломерации, совместному развитию города Шадринска и Шадринского района. И то, что сегодня совет проходит именно на территории Шадринска – большой плюс как для города, так и для области в целом. Я считаю, что для города Шадринска, для Курганской области – это большая честь, это дополнительный здоровый имидж для нашего города. И когда с позитивной стороны звучит и область, и город, это увеличение институционной привлекательности, это вообще привлечение интереса к нашему муниципальному образованию. Игорь Халманских дал высокую оценку работе правительства Курганской области в вопросе развития малых городов. И в этом совещании, совете принимал участие губернатор Курганской области. К нему не прозвучало никаких вопросов, таких, что он идет не по тому пути. То есть он еще раз убедился в том, что он в своей работе с муниципалитетами занял правильную позицию. Все понимают, что при достаточно сложно складывающемся бюджете Курганской области не всегда, а зачастую и очень часто некие вопросы невозможно просто решить без действительно финансового обеспечения. А его, к сожалению, всегда не достает. Но тем не менее, тот вот курс, по которому идет Курганская область в своих взаимоотношениях с муниципалитетами, я считаю, он правильный. В ходе совета главы городов Уральского федерального округа поделились опытом по развитию своих муниципальных образований, повышению их инвестиционной привлекательности. Члены Совета Федерации предложили варианты возможного решения существующих сегодня проблемных вопросов. Марина Богатырева, Ульяна Чепала, Александр Киселев, информационное агентство Курган.ру из Шадринска. Девятый традиционный конкурс «Ученик года-2015» подошел к концу. За победу боролись 28 школьников, которые отличились особыми успехами в учебе. Но только один из них удостоился высокого звания. Интрига сохранялась до самого конца. Кто стал школьной персоной года, смотрите далее. За полторы недели участники конкурса «Ученик года-2015» презентовали визитную карточку, а также приняли участие в интеллектуальном марафоне и брифинге по вопросам развития родного города. Как признается одна из конкурсантов, Кристина Селихова, на некоторых этапах конкурса приходилось бороться с собственными страхами. Ну, страх – это, прежде всего, страх перед публикой. Это страх, вот когда стоишь на сцене, и тебя перебивают эмоции, ты ждешь реакцию зала, и это как-то мешает тебе. Члены жюри отмечают, безусловно, приятно осознавать, что молодежь ценит семью, дружбу и преданность. Глава Кургана Сергей Руденко также подчеркнул, из года в год участники конкурса продолжают удивлять своим неравнодушным отношением к судьбе родного города. Потому что у них есть новые идеи, новые предложения и новая реализация. Каждое предложение молодых людей, которые сегодня поступают в копилку новшеств для развития города Кургана, они реализуются в том или ином объеме. Хотелось бы к этому, конечно, привлечь те молодые силы, которые участвуют сегодня во всех конкурсах, во всех мероприятиях, и, думаю, у нас все получится. В течение полутора часов напряжение росло в рядах участников, учителей и, конечно, родителей. После того, как Сергей Руденко открыл конверт и огласил имя победителя конкурса, зал взорвался бурными аплодисментами. Учеником года 2015 стал Руслан Офлин из школы номер 23. Только что заместитель директора по воспитательной работе Наталья Анатольевна мне сообщила, как только объявили результаты, она позвонила моей маме, так как она не смогла сегодня быть, моя мама не смогла быть сегодня здесь в зале. Дома кричали все. Вот. Это безусловно. Сейчас я буквально, я позвоню тоже домой. Хочу услышать голос мамы. Руслан обещает, что теперь, став победителем конкурса, полученный здесь опыт, он обязательно передаст и ученикам своей родной школы. Марина Богатырева, Евгения Волкова, Александр Менщиков, Лидия Гайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Судьба городского сада зависит от самих горожан. Совсем скоро в администрации «Кургана» ожидается проведение публичных слушаний по поводу реконструкции одного из излюбленных мест отдыха в областном центре. Какие изменения могут произойти в горсаду в ближайшие три года, смотрите в нашем следующем сюжете. В проекте реконструкции городского сада компания «Курган Парк» постаралась учесть все нюансы. Во-первых, все центральные ворота после замены входных групп будут открыты для посетителей. Со стороны улицы Ленина расположится зона общепита. Одно кафе семейное, второе исключительно детское. Здесь же будет находиться целый городок развлечений для маленьких гостей. Немного подаль появится отапливаемый административный корпус для персонала, а также комната матери-ребенка и современные туалеты Евростандарта. Также будет предусмотрен кабинет медицинский, потому что очень часто, особенно в летний период, мы сталкиваемся у людей, страдающих гипертонией, сердечной недостаточности происходят, приступы, еще какие-то моменты по здоровью, и даже некуда обратиться. На углу в створе улиц Карла Маркса и Володарского запланирована стройка. В слухе о появлении торгового центра в городском саду Александр Рыбин опроверг тут же. Торговый центр здесь не предусматривается. На этом месте как раз мы планируем сделать центр досуга. Я просто помню городской сад. Я вырос рядом с городским садом в районе пригородного вокзала. И меня сюда папа за ручку водил, как раз где мы планируем центр досуга. Там раньше 70-80-х годов стояла бильярдная. И все мужчины, ну многие населения нашего города находились там. А мы, дети, как раз напротив, где у нас сейчас запускается салют, там находились аттракционы. И мы там в это время катались на аттракционах, кушали мороженое, ходили в кинотеатр «Родина». Семейный кинозал «Родина» как раз и разместится в центре досуга. Кроме того, проект предусматривает выставочный центр, где можно будет проводить фото или художественные экспозиции. Зал об истории городского сада, ледовый каток, который будет работать круглый год, танцплощадка и та самая бильярдная. Вниманием не обделят и постоянных гостей горсада – шахматистов. Для интеллектуальных баталий будет оборудован специальный зал, а в теплое время года по-прежнему будет работать летняя веранда на свежем воздухе. А вот парк аттракционов уже начал обновляться. Пять новых каруселей заняли свои места. Еще пять появятся в ближайшем будущем. Среди них – изюминка горсада, новое колесо обозрения с закрытыми кабинками. Мы как раз учли пожелания населения, потому что некоторые люди просто боятся высоты, а находясь в закрытой кабинке, человеку легче воспринимать высоту. Поэтому мы это учли. По итогам первого в Кургане урбанистического форума эксперты назвали городской сад Кургана уникальным явлением. Подобные градостроительные элементы сохранились лишь в столичных Москве и Санкт-Петербурге, а также Калининграде и еще немногих крупных областных центрах. Городской сад – это не парк. Это место, где, грубо говоря, люди фланируют. То есть флонерство – это некая, значит, это такая просто большая зеленая улица в виде там площади, где люди фланируют, знакомятся, сидят и как-то себя проявляют. Что-то играет, как-то общаются, взаимодействуют с детьми. Это серьезный потенциал. В принципе, если Курган городской сад свой доведет до какого-то состояния, вы могли бы, в принципе, другие города научить, как заново в городах создать не парки, там не особо охранные природные территории, а городские сады. И такие зоны для фланирования в проекте предусмотрены. Полное зеленение. Газоны, кустарники и деревья создадут благоприятную среду для прогулок. За последние четыре года компания «Курган-парк» занималась высадкой деревьев, которые прекрасно адаптируются к нашим климатическим условиям. Прогулочные аллеи будут полностью освещены. Новое световое оборудование не оставит ни одного темного уголка в городском саду, уверяет Александр Рыбин. Весь проект направлен на то, чтобы горсад был приятным местом отдыха в течение всего года, а не только в короткое курганское лето. Но сделать его максимально удобным и комфортным для горожан можно, только наладив обратную связь. Поэтому с 26 октября в самом центре горсада, домике администратора, в специальной книге любой неравнодушный может оставить свои пожелания того, что бы он хотел увидеть в курганском городском саду. Мы хотим поблагодарить от Курган-парка всех жителей города Кургана, гостей, которые участвуют и сопереживают вместе с нами. Всем пожелать здоровья, приходить к нам в горсад. Мы будем стараться только радовать и доставлять удовольствие в население. Марина Богатырева, Александр Мещиков, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру Реклама «Двигатель торговли». Эту крылатую фразу вложили Ильф и Петров в уста героя 12 стульев Остапа Бендера. И она стала буквально слоганом, гимном и целью всего рекламного бизнеса. 23 октября творческие люди, которые вносят неоценимый вклад в развитие торговли и экономики России, и отмечают свой профессиональный праздник. В Кургане, безусловно, неоспоримым и непоколебимым лидером выкрикивания, а именно так переводится слово «реклама» с латыни, вот уже в 18 лет является рекламная группа «Курьер». Достигнув своего совершеннолетия и став совсем взрослым, «Курьер» может похвастаться многим. Именно у него самый широкий выбор телеканалов, на которых он размещает рекламные ролики и объявления своих любимых клиентов. Первый – «Россия-1», пятый – «СТС», «Перец», «Курган.ру». Это именно он разместит ваш модуль в печатных изданиях «Зауральский Курьер» и «Теле-7», у которых самый большой тираж. Это именно Курьер в своей типографии напечатает для вас все, что угодно, от визитки до модного сегодня фотобука. Любой тираж, любой размер, любая даже самая смелая фантазия. Это именно Курьер организовал точки приема объявлений во всех районах Кургана, чтобы вы могли подать свое сообщение рядом с домом. А девочки в зеленых пилотках всегда готовы доставить ваши объявления с особым комфортом. За годы существования «Курьер» создал и провел рекламные кампании для нескольких тысяч клиентов. Рекламная группа «Курьер» существует на рынке 18 лет. За это время создано и реализовано огромное количество рекламных кампаний. Поставленные цели были достигнуты, соответственно, клиенты получают ожидаемый результат, а зачастую более чем ожидаемый. А мы, в свою очередь, получаем колоссальный опыт и огромное удовольствие от общения с нашими любимыми клиентами. Поздравляю всех рекламщиков с профессиональным праздником. Удачи, свершений, побед! Клиенты, многие из которых стали настоящими друзьями Курьеру, доверяют, любят и поздравляют. Поздравляем рекламную группу «Курьер» с Днем работника рекламы. Вашими стараниями улицы города Кургана, телевидение и интернет, словом, все кругом расцветают рекламой в любое время года. Едва ли мир можно представить без вашей работы. Делитесь с нами своими идеями и пусть все лучшее войдет в вашу жизнь уже сегодня. Надеемся на плодотворное сотрудничество. В этот непростой период для нашей страны хотим пожелать компании финансовой стабильности, сохранение рентабельности. И в первую очередь не за счет уменьшения фонда, заработной платы, медиахолдинга. У вас есть что добавить? Да, собственно, в принципе, здесь и добавить-то нечего. Все сказано, все как есть. Но единственное только, наверное, хотелось бы пожелать сотрудникам компании медиахолдинга «Курьер» здоровья, счастья, мирного неба над их светлыми головами. Наверное, поздравим с праздником вместе. С праздником! Интернет-магазин мебели «Солплит» поздравляет рекламную группу «Курьер» с их персональным праздником и Днем рекламного работника. Желаем побольше креативных идей и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. От компании «Люксмонтаж» поздравляю рекламную группу «Курьер» с Днем рекламного работника. Благодарю за яркие проведенные рекламные акции. Желаю процветания и развития вашему бизнесу. Такая долгосрочная и успешная работа на рекламном рынке была бы невозможна без творческого, сплоченного и очень задорного коллектива. Все сотрудники не только работают плечом к плечу много лет, но и очень активно и весело отдыхают. Есть даже традиция, сложившаяся много лет назад, отмечать День рекламного работника соревнованиями по боулингу. Информационное агентство «Курган.ру» от всей души поздравляет рекламную группу «Курьер» и желает ей покладистых клиентов, креативных рекламных компаний и массу позитива. А главное – всегда быть на коне. Бизнес-инкубатор Курганской области проводит курс успешного бизнеса для молодых людей от 18 до 30 лет. Обучение рассчитано на 5 дней, но есть и короткий курс выходного дня. Подробности расскажем далее. Вы мечтаете начать собственный бизнес? Есть идея, но не знаете, с чего начать? Тогда КУП – именно то, что доктор прописал. Курс успешного бизнеса для начинающих предпринимателей в возрасте от 18 до 30 лет. Именно он поможет понять, подходит ли бизнес для вас, а вы для бизнеса. Нет времени – бизнес-инкубатор Курганской области приглашает на курс выходного дня. Мы успеваем изучить, как придумать идею, как ее преподать, какие маркетинговые ходы придумать, чтобы привлечь клиентов, чтобы продать выгодно товар. Мы говорим о том, как в какой форме открыться, какую организационно-правовую форму выбрать. На курсе успешного бизнеса вы также узнаете, как составить финансовые и производственные планы предприятия. Оконечный результат – готовый бизнес-план по открытию и работе на ближайшее время. Вы научитесь продумывать все финансовые и страховые риски. К примеру, в первый день, когда мы знакомимся с правовыми вопросами, мы проигрываем такие игры, как судебный пристав, то есть когда он приходит непосредственно на предприятие, что он может описать, что он не может описать. Мы играем в игру «слепой предприниматель», то есть как чувствует себя начинающий предприниматель, как будто бы он в полной темноте, где он может взять деньги, какие государственные органы могут ему помочь в этом, кто может, наоборот, помешать, так скажем, для начала. Ну и мы работаем в командах, то есть когда действительно порой приходится бизнес создавать с людьми, которые, ну, не то чтобы тебе не знакомы, но которых ты знаешь мало еще именно как бизнес-партнеров. Так как курс предназначен для начинающих предпринимателей, все занятия и семинары проходят в игровой форме. Вам будут понятны все термины и формулировки, даже если вы не имеете юридического и экономического образования. Сегодня добровольно мое решение, я пришел как раз для того, чтобы получить новые знания, поэтому все, что я сейчас вижу здесь, все, что здесь происходит, это, да, вызывает определенный интерес. Мне кажется, многие люди должны быть здесь, должен быть аншлаг на самом деле, потому что бесплатная-то информация, плюс в довольно интересной игровой форме. Курс выходного дня только по той простой причине, что здесь он краткий, ознакомительный. Преподаватели курса успешного бизнеса не только опытные тренеры, но и действующие предприниматели, которые с удовольствием делятся опытом и ошибками. Мы порой делимся действительно и своим опытом, потому что очень много ошибок, которые ты совершаешь, если бы тебя заранее об этом предупредили, ты бы их не сделал. Бизнес-инкубатор очень сильно помогает в этом плане, потому что проводит и образовательные программы, приглашает нас на форумы. Если ты молодой и активный, и хочешь отправиться в открытое море бизнеса, но никак не решишься, тебя ждут на Кубе. Впереди программа «Парламентская неделя», прогноз погоды и реклама. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Вы смотрите программу «Парламентская неделя» в студии Марина Богатырева. Здравствуйте. Сейчас депутаты Курганской областной думы активно обсуждают и вместе с региональным правительством дорабатывают один из важнейших документов – программу социально-экономического развития за Урали на 2016 год. Несколько предложений о том, как добиться максимальных результатов в экономике, озвучили парламентарии на заседании Комитета по экономической политике. Рассматривая проект программы социально-экономического развития, депутаты Комитета по экономике обратили внимание на сектор промышленности. По мнению зампредседателя Комитета Сергея Муратова, в документе необходимо предусмотреть разработку законопроектов, позволяющих лоббировать интересы промышленников за Урали. Парламентарий считает, что новые нормативные акты должны создавать преимущество предприятиям региона при проведении госзакупок. Такие же тенденции идут сейчас в Екатеринбурге, в Челябинске. Все начинаются растекаться, заботятся о своих местных предприятиях, а у нас почему-то момент упущен. В условиях нашего кризиса, 2016 года, этот механизм просто необходимо запускать. У всех на глазах шоссе Тюнина, да? Все же видите, как оно строилось, все там в пробках настоялись. Поэтому вот на этом надо было уже научиться еще в прошлом году. Председатель Комитета Евгений Кофеев также предложил более четко структурировать в программе инвестиционные направления. На самом деле они его сбросали, понимаете, просто хаотично. Там посмотришь, 5 миллионов магазин строится и 500 миллионов разработки, вот прямо ли данный пруд. Если мы хотим структурировать, и понять, куда должны прийти инвестиции, мы должны хотя бы по отраслям их сделать. Там вообще абсолютно выброшены деньги, которые мы потратим на фонд капитального ремонта. 500 миллионов рублей, которые должны быть в Курганской области. Мы их в инвестиции не рассматриваем. Это гигантские суммы, которые надо не то что осваивать, необходимо просто их доработать и ремонтировать дома, чтобы наш весь проект не заглубился. Евгений Кофеев также отметил, что в инвестициях абсолютно не рассматриваются средства фонда по переселению из ветхого и аварийного жилья, строительства детских садов, домов для детей-сирот. А это миллиарды федеральных денег. Прорабатывать все эти направления вместе с профильными департаментами правительства региона будет рабочая группа Комитета по экономике, чтобы через месяц к очередному заседанию Думы в программе социально-экономического развития были учтены все предложения парламентариев. Многие крестьянско-фермерские хозяйства, семейные фермы, частные подворья Курганской области, которые занимаются скотоводством, переживают настоящий кризис. Затраты на производство зачастую едва удается покрыть вырученными средствами. Как оптимизировать производственный процесс, добиться высокого качества продукции и привлечь инвестицию в эту сферу экономики региона? Депутат Курганской областной думы Александр Брюханов, заручившись поддержкой избирателей, собственный опыт работы в сельском хозяйстве за Урале решил применить на уровне законодательства. Александр Брюханов, заслуженный ветеринарный врач России, кандидат ветеринарных наук, работает в сельском хозяйстве больше 20 лет и не понаслышке знаком с проблемами и потребностями сельхозтоваропроизводителей за Урале. С 1993 года он возглавляет предприятие «Шадринский зооветснаб». Оно занимается не только поставками ветпрепаратов, но и оказывает реальную помощь животноводам. Так как мы объезжаем все хозяйства, все районы, мы тоже, значит, уже непосредственно прямую общаемся, знаем конкретную ситуацию в каждом хозяйстве, знаем, что им нужно, как нужно сделать, подсказываем. И вот на основании этих всех данных мы имеем полную картину о состоянии животноводства Курганской области. Одна из больших проблем аграриев, которые занимаются мясным скотоводством, нехватка зоотехников и специалистов ветеринарного профиля. Не каждая ферма, а уж тем более личное подсобное хозяйство, имеет возможность на постоянной основе пользоваться услугами ветеринаров. На помощь приходит ветеринарная мобильная служба. Предприятие «Шадринское» занимается производством свинины и молочным скотоводством. На хрупких плечах директора Людмилы Уфимцевой держится огромный агробизнес. Помощь Александра Брюханова бизнес-леди считает неоценимой. А в последнее время с предприятием «Зооветснаб» налажен контакт по поставкам генных материалов из-за рубежа. Наш скот требует вливания новой крови, для того, чтобы повысить генетику. А повысим генетику – это значит и увеличим продуктивность, что очень важно. Молочное скотоводство не так-то быстро можно развить. Поэтому все начинается с воспроизводства. И вот Александр Александрович помогает нам решать вопросы с воспроизводством. Опыт работы своего предприятия, привлечения инвесторов и объективная оценка текущей ситуации в аграрном секторе экономики региона. Именно это, считает Александр Брюханов, ляжет в основе его законотворческой деятельности. Нужно в первую очередь решать вопросы по привлечению инвестиций в наш регион. Это, наверное, самое главное. Мы знаем, как это делать. У нас есть наработки. Я думаю, что те вопросы, которые будут подниматься, мы будем их решать, как нужно, как нужно, это для сельчан. В следующих программах мы продолжим знакомство с депутатским корпусом Курганской областной думы 6-го созыва. Пока же я прощаюсь с вами. Хороших выходных! Курганской областной думы 6-го созыва. Курганской областной думы 6-го созыва. Участвуйте в розыгрыше от магазина «Светофор». До 31 октября совершите покупку от 3 тысяч и получите шанс стать обладателем приза. В магазине, где совершена покупка. Вы уже готовы сделать серьезный шаг. Купить собственную квартиру. Пусть этот шаг будет в стабильное будущее. Квартиры в жилом комплексе дружные. Различные варианты метража. Просторная лоджия. Привлекательная цена. Звоните 227575. Это совсем не шутка. Это реальная скидка 30% на все постельное белье, подушки и одеяло. В посудоцентре скидка 30% на все постельное белье, подушки и одеяло. Зима – прекрасная пора, а осень – время экономить. С уже готовыми добрыми окнами по очень добрым ценам. Приезжай и забирай. Ульбышево 35, Некрасово 15. В свадебном салоне «Виктория» огромное поступление. Очень доступные цены. Магазин «Детский мир», первый этаж. Этой зимой будет весело. В магазинах «От мамы к маме», «Мир детских колясок», «Бэби-бум» уже в продаже самки, снегокаты, тюбинги и самки-коляски. Ты открыл и развил свой бизнес? А тебе нет еще и 30? Прими участие в конкурсе «Молодой предприниматель России» и выиграй гран-при 100 тысяч рублей. Подай заявку до 31 октября. Одежда и обувь для всей семьи. Более 800 квадратных метров. Зимние куртки, горнолыжные костюмы, джинсы, свитера, обувь и многое другое. Широкий ассортимент. Доступные цены. Магазин «Галактика», ТЦ «Калинка», 5-й микрорайон, дом 33, первый этаж. Самый громкий проект информационного агентства «Курган.ру» снова на экранах телевизоров и в интернете. Выбери себе ту погоду, которая тебе нравится. Регистрируйся в проекте на сайте «Курган.ру». Стань телезвездой. Создайте свой неповторимый фирменный стиль с сувенирной продукцией типографии «Курьер». Типография «Курьер». Качество безграничных возможностей. Встречайте новый «Телесемь». Читайте в новом номере журнала «Телесемь». Как правильно расставаться с бывшими мужьями, советуют звезды. Как приготовить вкусное, необычное кушанье за 7 минут. Новое правило получения рецептов на лекарства. Новый номер «Телесемь» в продаже со среды 21 октября. Покупайте «Телесемь» в магазинах «Метрополис», киосках «Роспечати» и в сети «Лето». Быстро нарезать овощи кубиками, натереть фрукты тонкой соломкой или кольцами вам поможет универсальная овощерезка «Найсер Дайсер Плюс». Этот уникальный прибор идеально подходит для фруктов, овощей, грибов и мяса. В комплекте 6 оригинальных лезвий для шинковки, 2 вида терок, контейнер для сбора. Всего за 1499 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. «Найсер Дайсер Плюс» – ваш кухонный помощник. Внимание! Снижение веса в центре доктора Гаврилова. Начало занятий 29 октября. Запись по телефону 55 0106. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Прогноз погоды представляет Центр снижения веса доктора Гаврилова. Начните худеть к Новому году прямо сейчас. Начало занятий 29 октября. Запись по телефону 55 0106. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на субботу за Урале будет находиться под опекой малооблачного антициклона со слабыми заморозками. Днем на регион начнет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, сопровождаемый уплотнением облачности, локальными зарядами снега и порывистым ветром. В Екатеринбурге и Тюмени плюс 1,3. В Челябинске минус 1, плюс 1. Кратковременный снег. В Кургане переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 7. Днем в Кургане облачно с прояснениями. К вечеру небольшой снег. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 1,3. Атмосферное давление будет падать и составить 763 миллиметра ртутного столба. 24 октября солнечная активность умеренная, гемонитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!